МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Николай Команцев. Я Юрий Прокопенко. Здравствуйте. Вы смотрите телепроект Знай наше. Мы расширяем ваш кругозор. Сегодня вы узнаете, где в Могилёве можно провести не только вечер, но и утро. А также побываем в настоящем цементном королевстве. Юрий, твой выход. Так и быть. Поехали. Ранее утро – это проходная открытая акционерного общества Кричев-цементная шифер, точнее его филиала, в районе деревни Михеевича. Это совершенно новое и самое современное производство. Смешиваемся с бодрой, массой трудящейся. Пропуск нам не нужен перед программой Знай наше. Двери открываются везде. Кричев-цементная шифер – предприятие строительной отрасли, так что без каски здесь никак нельзя. Все-таки безопасность труда превыше всего. Здравствуйте, Евгений Сергеевич. Добрый день. Скажите, ну вот предприятие все-таки построено с нуля в чистом поле, вложены колоссальные деньги, как считается игра «Стоит свеч». Безусловно, отличительной особенностью данного предприятия является то, что на данном предприятии цемент производится по сухому способу. А почему сухой способ? Может быть, все-таки лучше мокрый? Из-за того, что мы не испаряем излишнюю влагу, мы получаем экономию. Для начала небольшой ликбез для тех, кто не в теме. Кричев-цементная шифер – одно из старейших предприятий строительной отрасли Беларуси. Первую продукцию здесь получили в 1933 году. И вот спустя десятилетия увеличение спроса на цемент вынудило предприятие расширяться. В нескольких километрах от Кричева год назад было запущено совершенно новое производство – филиал Кричев-цемент. Таким образом, общая мощность предприятия выросла до 3,5 миллионов тонн цемента в год. Это очень солидная цифра. Запомнили? Возвращаемся на производство. Вот там вдалеке какой-то такой симпатичный пейзаж. Что это за горы? Одним из основных компонентов производства цемента является мел. Значит, здесь мы видим разрабатываемый карьер, в котором добывается мел и автотранспорт там доставляется на технологическую линию. Что такое цемент, если вкратце? Основа – мел, в который добавляется песок, глина и агарки. После смешивания и сушки получается сырьевая мука. Её направляют вот в эту огромную вращающуюся печь. Вид снизу. После пищи сырьевая смесь превращается в клинкер. Это, по сути, полуфабрикат. Цемент попадает вот сюда. Это холодильник здесь 80 градусов, плюс 80 градусов. Но после 1200 печи это действительно холодно. Такое чувство, что мы находимся на строительстве метрополитена. Может быть, печи и метро решили построить? Здесь вы видите клинкерный транспортер, по которому подаётся клинкер в склад. А управляется всё вот отсюда. Центральный пункт управления. На мониторах видно всё. Здесь операторы осуществляют управление технологическим оборудованием. За каждым оператором закреплен определенный участок, за который они и отвечают. Ну и напоследок цементная мельница. Здесь клинкер смешивается с гипсом. Это является последним этапом для того, чтобы получить цемент. Всё, аллилуйя, мы прошли весь технологический процесс. Наш цемент готов. Скажите, Евгений Сергеевич, вот можно ли визуально, вот так на глаз определить, качественный этот цемент, либо нет? На предприятии имеется сертифицированная лаборатория, которая выполняет все анализы. Функция лаборатории – контролировать входной контроль качества сырья, поступаемого на предприятие. Топливо, непосредственно сырьевой муки, клинкера и готовой продукции, которую мы выпускаем на данном предприятии. Всё это происходит в непрерывном потоке, круглосуточно. Всё это занимаются специалисты, персонал лаборатории. Какой хороший цемент. Не отмывается совсем. Вы скажете то же самое, какой хороший наш кричевский цемент? Да, наш цемент очень хороший. Каждый день на предприятии загружают цементом множество автофур и железнодорожных вагонов. Здесь стараются ценить каждого клиента. Для их удобства ввели ряд новшеств, электронный товарооборот документов и многое другое. Продукция опускается на самовывоз круглые сутки, даже включая праздничные и выходные дни. Выписка документов производится оперативно в течение 15-20 минут после погрузки машин. География поставок обширная. Кричевский цемент пользуется большим спросом в Беларуси и России. Как доказательство дипломы лауреатов конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» и «Лучшие товары Республики Беларусь». Знай наше. В Могилёвской области насчитывается более 30 ресторанов. У каждого свои изюминки и свои особенности. Сегодня я вас приглашаю в ресторан, который удивляет уже с названием. Добро пожаловать в ресторан «Латук». Латук – это травянистое растение, один из видов салата. В Древнем Египте его ценили за особый вкус. Считалось, что он достоин только стола царей. Греки использовали латук в качестве лекарственного растения, а римляне – в качестве возбуждающего аппетит блюда. Виктория, меня интересует, в каком стиле вообще интерьер ресторана выполнил? Наш интерьер выполнен в смешанном стиле. То есть в нем присутствуют как европейские ноты, так и национальный колорит, естественно. Вот, обратите, пожалуйста, у нас есть полейница. Ребят, не поверите, там настоящие дрова лежат, действительно. И вот этот вот запах. Да, аромат многие отмечают в гости и очень нравится им. Четкие линии, светлые цвета мебели, слегка тусклый свет и прекрасно подобранные детали декора воссоздают особую атмосферу домашнего вечера, когда вы находитесь в компании добрых друзей. Особенность интерьера. Как вы видите, у нас есть фуршетная зона. Наш гость, если кто-то спешит, либо торопится, может здесь быстро выпить чашку, чай, либо кофе и побежать дальше по своим делам. А еще... В ресторане есть мягкая зона, она рассчитана на 4 человека. Здесь можно уютно отдохнуть, отведать блюда нашей изысканной кухни, а также пообщаться по деловым вопросам. Виктория, а эта зона как называется? Эта зона идеально подойдет для романтических встреч, чтобы влюбленные смогли пообщаться и окунуться в уютную атмосферу нашего ресторана. Кстати, в ресторане предусмотрено два режима подсветки – дневная и вечерняя. Проверено. При свечах и приятной ненавязчивой музыке вкус фирменных блюд чувствуется по-особому. На какой кухне специализируется ресторан? Специализируемся на европейской. В нашем меню есть блюда и итальянской, и французской кухонь, ну и, естественно, национальное меню белорусской кухни. Действительно, меню ресторана пестрит разнообразием. Представьте себе, оно насчитывает более 40 позиций. Это горячие и холодные закуски, всевозможные салаты, блюда из мяса, паста и ризотто, горячее блюдо из рыбы. Особое внимание заслуживает десерт. Любителям чизкейков здесь есть чему удивиться. Винная карта тоже впечатляет 50 позиций. Кофейная – 10 видов бодрящего напитка. К слову, меню в ресторане обновляется каждый сезон. К нам входят люди, которые в первую очередь хотят получить качественное обслуживание и отведать наши хорошие кухни. Поэтому стоимость чека на одного человека колеблется от 300 до 500 тысяч рублей. А рассчитаться за заказ можно как за наличные, так и с помощью пластиковой карты. Теперь о работе официантов. Судя по отзывам на официальном сайте и моим личным впечатлениям, они на высоте. Оказалось, что курс молодого бойца они проходят на все 100%. В течение двух недель они изучают наше меню, изучают этикет, пытаются быть стрессоустойчивыми. Что, это специальные курсы делают? Ну, конечно, мы проводим прямо здесь в ресторане и обучаем. То есть ситуацию осознается? Конечно. Все очень серьезно. По-другому, собственно, быть и не может. Хороший ресторан делает все, чтобы гостям заведения было комфортно. Наши посетители могут пользоваться Wi-Fi бесплатно, естественно. Также каждому празднику мы готовим им комплименты. Ну вот, например, на праздник Пасхи мы угощали всех пасхальными куличами. Ну, это, естественно, все тоже бесплатно. А какие акции будут? Будут акции к празднику. Мы будем продолжать эту добрую традицию. А за всеми новостями и обновлениями следите на нашем официальном сайте в интернете. Знание – это сила. Смотрите телепроект «Знай наше». А мы попробуем сделать вас чуть-чуть сильнее. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!